Тут уже мало осталось. Народ-то разошелся. Да нет, все тут. Кто были? Что-то мало тут, не видно там. Ну ладно, давайте, что вопрос? Пока есть возможность поговорим. Девушки отдыхают. Вот, понимаете, относительно откровения другое дело. Ни одной проповеди нет у Златоуста толкования откровения. Первый, который сохранил от толкования, это архиепископ Андрей Кисаренко-Подокийский. И притом трехтолковый. То есть один и тот же стих в трех вариантах толкуется. Я сильно рвался это узнать хотел. И когда до дела-то дошло, я смотрю, да какое же это толкование-то. То есть он не, ну как говорят, белый конь, красный, это белые, это белые были, красные, это большевики. И, оказывается, не так. Надо найти, где в Библии еще говорится. То есть откровение толкуется Библией. Я разочарован был. Оказывается, другого-то и нету толкования-то. А еще есть семитолковый толковник. То есть один и тот же стих растолковывается на три раза, на семь раз по-разному. Отдельные стихи. А какой ты? Ну как тебе понравится, такой и принимай. А утверждай? Ну, мы о себе, говорит. Такой-то так понимал святой. А сжимню. То есть, говорит, а я же думаю так. А сжимню. Мнение такое имеет. Андрей Кесарик и Падокийский. Верите? Оно в канон вошло. Но в первое, это 85-е правило, кажется, в этом, апостольское правило. Мы не находим его. Что интересно, неканонические книги все приняты, кроме третьей книги езды. Она ни на Дом соборе не была принята. А потом, как приняли, на каком соборе, я даже не могу сказать. Нигде нету ее. Ну и что? Дело-то в том, что приняли-то у нас, в седьмой главе, там стихов, наверное, 70 не достает. Не достает. А там мы находим только в Брюссельской, у католиков. То есть, оборванный был свиток, ну и так и оставили. Откровения проповедей у Златоуста нет. И в храме откровений никто не проповедует. Я ни одного святого отца не могу назвать, чтобы в храме проповедовали. Ну, допустим, и вышел сеятель, сказал, а дальше проповедует. Никто, никто нигде не толкует. То есть, это практика показывает. Нельзя толковать и говорить проповедь. Ну, где-то вот такое там 3.20, там можно взять. Все стоят у двери и стучат. И кто услышит и отворит, войду к нему, буду вечерять с ним, и он со мною. Ну, открой дверь, то есть, уверуй. А так нет. Для себя имея, зная, с тебя довольна. Ну, вот эти послания к церквам, это же как бы описывается в состоянии церквей. Да, в состоянии. Это не надо понимать так. А мы спросим, а где Каринская церковь, почему нету? А почему Галатам нету? Это же церкви были. Нету. Нету. Это состояние души. Она может в день, говорит, все переменит там. А другие начинают, сектанты, это периоды. Вот период такой-то, с такого по такой-то год. И каждый метит, я Филадельфия. А ладики, это противники, которые не принимают. Всем охота быть в Филадельфии. Любеобильным. Ну, так вообще так допустимо получается для священника не верить в это откровение вообще, в принципе? Ну, я не знаю, с чему он не верит. Не верит тому, что кончина мира будет, что ангелы подпоясаны. И что... Ну, я так не могу ответить, потому что я не знаю, что он не верит. Нет, вообще... Полностью откровения себя откидывает. Это он неправильно делает. Он просто не знает. Пусть он у нас возьмет толкование в третьем томе, трехтомник Нового Завета. Так. Ну, он скажет, я этого не понимаю. Ну, вот и все. Без откровения мы все равно спасемся. А откровением иногда называется у Златоуста не книга откровения, а то, что Бог открыл тайну, сокрытую от века о Христе, что он умер за нас. Ну, еще что? Давай там, Вячеслав. Ну, вот у нас беседа была тут с ним. И по поводу ревности, которая вначале у всех есть, а потом куда-то пропадает. И я вот привел вот этот стих, обращение Бога к церкви, то есть из откровения, где он говорит, помню там первую любовь твою. Ну, я не помню, дословно. Но он, то есть, хвалит, а потом говорит, что типа ты отпал от этого, где ты был до этого. Помню дела твои. И он говорит, вернись к этому. И я как бы это отнес к состоянию... Вот. Вот у нас об этом была беседа. И вот он на это как бы не согласился говорить. Ну, как бы и говорит, что это типа не об этом вообще. И это вообще книга сомнительная. И потом еще и пяти минуты наложил 20 поклонов в день. Ну, что сделаешь? Да ладно тогда так. Не просто душу спасти, сколько препятствий. Тут ты должен правильно все и в семье вести себя, и на работе. И когда ты один, время не терять. И когда ты ревнуешь за правду, даже ничего не сделал ты, а ты вступился вот и уже добро поддержал человека. Я хотел спросить. Ну, мало пишут это где-то. Глеб Грозовской, священник. Далее ему 14 лет. Он там сидит. Как дела у него? Ну, если у меня спрашивают, я вообще ничего не знаю по нему. Что с ним там? Я не знаю, кто остался тут живой. А на что его посадили? А на что его вообще посадили, Тихонович? На развращение малолетов. Он начальник был детского лагеря где-то. И пытались доказать через два года. Девчонки стали показывать, что-то было. А ничего не было, дескать. Ну и дело такое. Не знаешь, не суйся. Но о нем мы каждый день молимся, чтобы он не отчаялся. Дело в том, что он был, как сказать, руководитель какого-то футбольного клуба, священник прыгал там, все эти делал. А потом государство отпускает большие средства на, ну, называют, реабилитацию наркоманов. И он-то в это дело замешанный был. Ему сказали, отстаньте, своими поп-делами занимайся-то. А он нет. Ну и вот там его все, может быть, все и судьи подкупили, и людей. Там миллионы и миллионы крутятся. Ну и посадили его. Посадили, он уехал в Израиль, дескать, по делу какое-то. Ну а нет, там нашли, затребовали израильское, чтобы прокуратуру его исследовали, назад прислали. А он, давай припоминать, что у него дедушка еврей, и он просит гражданства. То есть он чувствовал, что дело-то затягивается. Ну он сколько был, год, наверное, там был. Но они его посадили, он сидел, а потом они его выдали сюда. Евреи-то не защитили его. Что-то они ему не поверили. Вот так. Своё-то они бы, конечно, отмазали. Вот. Ну и всё, ничего нету. Всё, время кончилось. Нет ещё 13 минут. Глеб Грозовской. Его как-то, когда он ещё тут в силе был, кто-то спрашивает, а кто такой Игнатий Лапкин, там то другое. То есть он обо мне слышал. Но он не вышел, и других... Он не говорил плохо, и только сказал, зачем вам это знать-то? Ну ещё есть, ходите и ходите. То есть безразлично отнёсся. А мы молимся о нём каждый день. Ну что, ничего больше нету? Нету, Игнатий Тихонович. Отдыхайте. Ну так надо Сергея Павловича, чтобы помолиться, уйти. Давайте помолимся. Достойная стекла истину Божи, Детя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашим, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без искрения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Молитесь, Игнатий. Любящий наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя за милость Твою, и долготерпение, что продлил нашу жизнь до сего часа. По милосердию Твоему, Ты позволил нам открыть вечное Слово Твое, и углубиться в Него. Если в чем мы погрешили, прости, Господи, ибо неумышленно это сделали. Сохрани нас в святой православной вере, а замосте ретейков развея и в ничто преврати. Болящих исцели, одиноких покинутых утешь. Тебе, Боже, слава и хвала, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спаси Христос. 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 Вот так. Аминь. Спаси Христос. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...